Любовь. Вечеринка кончилась поздно. Вася Чесноков, утомленный, вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном «Обождите, радость моя, обождите первого трамвая! Куда же вы, ей-богу, в самом деле? Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете, обождите первого трамвая, ей-богу, а то и вы, например, вспотевший, и я вспотевший, так ведь и захворать можно по морозу». «Нет», — сказала Машенька, надевая калоши. «И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить? Так я вспотевший же», — говорил Вася, чуть не плача. «Ну, одевайтесь». Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку. Было холодно, светила луна, и под ногами скрипел снег. «Ах, какая вы неспокойная дамочка», — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. «Не будь вы, а другая, ни за что бы не пошел провожать. Вот ей и Богу, в самом деле, только из-за любви и пошел». Машенька засмеялась. «Вот вы смеетесь и зубки скалите», — сказал Вася. «А я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите, лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая, и лягу, ей-богу». «Да бросьте вы», — сказала Машенька. «Посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит, какой красивый город по ночам, какая чудная красота». «Да». «Замечательная красота», — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. «Действительно, очень красота». «Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежедействительно питаешь чувства. Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувство любви. А я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой смерти и до самопожертвования. Ей-богу! Вот скажите, ударься, Вася Чесноков, затылком опутую стену. Ударюсь? «Ну, поехали», — сказала Машенька, не без удовольствия. «Ей-богу, ударюсь!» «Желаете?» Парочка вышла на крюков канал. «Ей-богу!» — снова сказал Вася. «Хотите, вот, бросьшись в канал, а Марья Васильевна, а? Вы мне не верите? А я могу доказать». Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет. «Ах!» — закричала Машенька. «Вася, что вы?» Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря. «Что разорались?» — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку. Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав. «Ну, ты, мымра!» — сказал человек глухим голосом. «Скидавай по льду!» «Да живо!» «Опекнешь?» «Стукну по льде!» «И нету тебя!» «Понял, сволочь!» «Скидавай!» «Па-па-па!» — сказал Вася, желая этим сказать. «Позвольте, как же так!» «Ну!» Человек потянул за борт шубы. Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял. «И сапоги тоже сымай!» — сказал человек. «Мне и сапоги требуются!» «Па-па-па!» — сказал Вася. «Позвольте, Мороз!» «Ну!» «Даму не трогайте, а меня сапоги снимай!» — проговорил Вася обидчивым тоном. «У ей и шуба, и калоши, а я сапоги снимаю!» Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал. «С нее снимешь, понесешь узлом!» И засыпался. «Знаю, что делаю!» «Снял!» Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки. «У ей и шуба!» — снова сказал Вася. «И калоши!» «А я отдувайся за всех!» Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал. «Сиди и не двигайся, и зубами не колоти!» «А ежели крикнешь или двинешься, пропал!» «Понял, сволочь?» «И ты, дамочка!» Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обняк, с кис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках. «Дождались?» — сказал он со злобой, взглянув на Машеньку. «Я же ее провожай! Я ее имущество лишайся!» «Да?» Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал друг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом «Караул! Грабят!» Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!